здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня будем говорить о футболе не только о футболе о том как вся ваша семья может принять активное в нем участие потому что здесь целый центр об этом мы поговорим с нашими гостями это евгений александрович васильев учредитель центра подготовки футболистов почти как подготовки космонавтов звучит альянс и также главный тренер и глеб владимирович едыкин игрок футбольного клуба альянс но раз евгений саны захватил с собой глеба владимировича наверно у него есть виды на глеба владимировича лет первого попавшегося игрока с собой взяли нет ни в коем случае у нас глеб владимирович стал лучшим его игроком в зимнем первенстве мужского соревнования который проходил городском округе люберцы поэтому не случайно он здесь а на какой линии это играете я там нападающий центрально нападающим ну понятно наверно мне как каждый футболист на каком-то этапе мечтает быть нападающим если он не вратарь в детском возрасте все все нападающие потому что самое интересное футболе это забивать головы поэтому детишки всегда стремятся находиться поближе к своим воротам ну вот красивое название и действительно центр подготовки футболом сегодня несмотря на сложную ситуацию мы тут общались тоже с вашими коллегами в общем то пришли к выводу что может даже какой-то степени такая неожиданная передышка важно для того чтобы доказать что мы можем футбол не только сохранить но и каким-то образом но поддерживать и развиваться в его направлении насколько я понимаю раз у вас центр это сразу несколько направлений как это работает кому пришла идея почему идея принадлежит мне с единомышленниками мы организовались два с половиной года назад двадцатом году как распору маленькие совсем молодые юные в пост пандемийный год сказал вот идея была такова почему мы назвали альянс потому что мы хотели объединить все слои населения то есть это как взрослые подростки юноши и возвращаясь даже дошкольникам в нашем центре занимаются дети от трех лет и до скажем бесконечности пока бегается да то есть у вас у футболиста жизнь не короткая не короткая продолжил как раз таки и хотим удлиния потому что те кто когда-то в детстве соприкоснулся с этим величайшим видом спорта хотят все время играть и одно из направлений у нас очень интересно у нас есть команда для пап воспитанников наших которые участвуют уже в официальных соревнованиях вот в этом году в чемпионате москвы афл он называется они заняли третье место в углу да то есть начинали тоже там с поражение но постепенности они тренируются у нас тогда тогда возникает вопрос а как сыграли сыновья теперь мериться надо круче и сыновья не отстают ни в коем случае тоже есть достижения победы есть и поражения но мы проводим у себя в центре раз в месяц игры между родителями и детьми вот это дарьерность это очень за это шоура дети здесь теста мамы с сестрами аплодируют даже больше скажу нас мама играет мам ты же женский футбол тоже мы сейчас пытаемся его начинать развивать вот у нас занимается уже около девяти девочек вот еще две и команда еще 2 но они разного возраста девочки на не очень охотно но мы стараемся то есть плане перспективе есть и создать команду мам так давайте мы пока тут остановимся то мы сейчас на создать всего чего хочу подключить к разговору глеба можно я вас пока так буду называть глис а глеб а как вы-то попали в клуб я узнал через друга так он не пригласил сказал то что есть команда сказать тамилинская куда есть перспектива попасть в команду вот я тогда только закончил играть в закончили играть чего в команде не красавка а вообще футбол пришли а я с детства самого да я футбол любил самый сколько четырех лет ну куда же первый раз пришли сами захотели или нет я играл я сначала играл просто во дворе то есть самое просто это футбол потом я игра я живу в малаховке и пришел в команду называть надежда я сам пришел просто там штамп был тренер потренировался скалацу то что по я хочу пойти футболом заниматься вот и с того дня вот каждый день абсолютно где-то смотрю футбол играю то есть каждый день у меня вообще есть футбол вот и надо момент почему пришел в альянсе потому что мне понравился взгляд вообще в целом на футбол здесь в области я еще ни одной организации или школы подготовки детей не видел с таким подходом то есть неважный результат то есть дети когда играют важно чтобы они получали удовольствие веселились чтобы не было акцента на результата страны родители потому что будет получать удовольствие результат будет все потому что с детства я играл в москве когда вы маленькими было 13 результат результата конечно конечно я играл в московской команде и требовали результат один результат все а уж чего только в интернете не писали про ну скажем не только москва да такие столичные команды региональные да где вы из детей выжимают там прочтешь страшно становится что а при этом мы же с вами прекрасно понимаем давайте осознавать что когда смотришь на сборную россию по футболу то это как автомобиль волга который был у меня то есть сегодня ты все шикарно а завтра ты выходишь тот же самый автомобиль и ты думаешь а что него сегодня не так будет вот поэтому при этом у нас сейчас есть наши тоже отечественные автомобили которые собственно говоря ну есть уже так более-менее начинает выходить из этой ситуации и вот тут отталкиваясь от того что глеб нам рассказал а как идея то пришла ведь действительно ведь главная же победа 1 0 должно быть хотя бы мы всегда говорим о том что победа в первую очередь должна быть над самим собой мы детей стараемся сравнивать не с командой соперника от самим собой вчерашним у нас в организации работает психолог мы на первое место ставим психологию потому что проходя множество различных обучений семинаров все специалисты в российском футболе говорят о том что мы отстаем от европы на 25 лет в плане психологии там у них в европе в той же самой мы же видим насколько пять сборных можно насобирать мы одну не можем поэтому мы пошли тем путем попробовать сделать так как не у всех у нас стране для этого мы поставили критерий то есть если это ранний детский возраст то мы играем в удовольствие у нас прямо написано не программа скажем так назовем ее видение стратегия вот игра в удовольствие то есть мы тренируемся для того чтобы играть чем старше будут становиться детишки мы немножко меняем в стратегию мы говорим о том что мы тренируемся для того чтобы вернее мы играем для того чтобы тренироваться поэтому вот такие подходы казалось бы они не слишком чем-то отличаются но вроде как бы логично да потому что ну я занимался гандболом волейболом как-то вот футбол прошел мимо а играл в хоккей просто нового ну понятно что тоже в футбол мы играли причем мы так играли это было комментарии игра все вместе все подряд между деревьями но кто-то только не играл но на когда вот я занимался волейболом и гандболом я прекрасно помню но я еще был школьником я все ждал когда же начнем играть все 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 бегаем прыгаем оттягаем эти мечи ватые набитые полна понимаю что это надо и так далее но я четко помню на каком-то этапе у меня было желание уйти потому что я не получал дайте же мне хотя бы чуть-чуть пирать тем более еще конкуренция была и так далее глеб подскажите вы сказали что впервые такая история означает ли это что вы стали лучшим игроком вот в этом последнее это пока послепно сейчас селить крайне не говорить по последний или это опыт ваш полностью наработан или нет конечно я в детстве у меня обучали просто неправильно говорили неправильные слова никогда в жизни слышал про принципы футбольные я просто играл футбол по какие принципы футбол ну у нас есть в самом альянсе есть наши личные принципы а главный принцип это структура который он вообще в принципе везде подходит на любой там работе сону нашей организации валенте структура это наше там расположение на поле у нас есть там дальше принципы расстояние темп непрерывность своих каких секретов инициатива нет это как раз кита чему не обучают детей из самого детства я это услышал первый раз в 20 лет когда пришел ну чуть больше года назад а чему вас обучали тогда ну знаете как беги и забивай забей толкайся и сломайся даже даже это не забей сломайся но забей а вот кстати да 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 это вот я помню специальные люди которые всегда должны вовремя упасть вот желательно сохранив себя еще живым при этом но не весать вот мы видим просто прям в лице глеба я так думал не один такой что до глаза горят и так далее это чё действительно работа психологов или просто правильно подобраны еще но я так понимаю а у вас же там ну раз так много занимается людей ну во первых чем взрослее люди сами как бы принимают участие более ответственные хотя тоже наверное за ними нужно следить но как бы педагогический тренерский состав кто эти люди кто с вами занимается всем этим эти люди единомышленники которые приняли эту идею потому что говорю она ну скажем так не совсем обычная для нашего пространства а вы кстати ее сами сразу приняли ли были сомнений нет конечно на протяжении уже тренерством занимаюсь более 20 лет и буквально наверное года три назад когда я как раз таки и мы организовали нашу школу и мне пришло понимание того что то что я делал раньше но это не совсем подходит для развития детей это смелый поступок не каждый человек может себе в чем-то признан ну потому что многие дети сейчас вот мы сталкиваемся в нашей главной команде с тем что в 18 лет парень мужчина уже говорит что ну раз мне 18 лет и я никуда не попал значит я уже никуда не попаду поэтому вот я молодым ребятам говорю что футбол если мы посмотрим в европе то у них существует команды ю-23 то есть 23 летние ребята которые еще не готовы для каких-то больших высот но они играют поэтому я ему говорю что все в ваших руках а насколько можно сделать вот пришел 20-летний футболист чтобы его сделать в 23 команда есть три года за три года можно ну понятно не просто с улицы пришел подготовленные спортивные но если посмотреть на наше движение скажем так вверх получается что вот мы два года назад организовались и постепенно маленькими шагами участвую в различных турнирах от турнира к турниру мы начинаем прогрессировать потому что ребята начинают принимать эту идею им очень нравится тренироваться в таком ключе и понимать то есть но они футбол видит с другой стороны и поэтому что касается если от взрослого к детскому перейти в футболу там и детей мы не тренируем ноги мы начинаем тренировать голову сначала понятно но это кстати больше похоже на древние восточные единоборства да но я философия футбола да глеб можно сказать что вы потому что вы знаете что некоторые как футболистам относятся вот но вот есть футболист который думает головой там пассы и дает правильно ведь осознанно оля да а есть те которые просто должны бегать и вовремя подставлять ноги ну то есть на уровне вот сейчас мы сделаем небольшую паузу мы продолжим этот разговор потому что мы не можем еще и футболе поговорить и вот в контексте вашего этого развития расскажите нам каких вы вообще турнирах участвуете и что там у вас запланировано хорошо да но я футболе о будущем мы можем помечтать обязательно более чемпионат мира прошел небольшая пауза и вернемся в студию напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях евгений садов васильев учредитель центра подготовки футболистов альянс главный тренер и глеб едыкин игрок футбольного клуба альянс которому первый вопрос во втором тайме нашей встречи приятная футбольная терминология глеб скажите пожалуйста ну вот все мы поняли что вам понравилось и так далее а вот ваши коллеги которых вы сегодня представляете но все равно есть главный тренер есть но начальники которые ну даже психологически видят как-то может быть по иному а чё внутри коллектива происходит ну я скажу так что вообще коллектив построить достаточно сложно в плане того что все мыслили едино если каждый будет мыслить по-своему то выходя на поле будет примерно то же самое команды не будет поэтому мы сейчас работаем конкретно над этим чтобы у нас была команда прежде всего чтобы мы с единой целью и с единой мыслью выходили на поле и тогда уже нам будет намного проще добиваться какого-то результата если он конечно за так он всегда нужен а конкуренция существует у вас между вот игрока я не очень хорошо сегодня готовы меня тренер возьмет поставить другого ну смотрите это же подготовкой есть определенный есть научный процесс которым главный тренер евгений саныч всегда смотрит наблюдает за нами кто в какой форме кто как приходит мысли я почему провокационного просто задаю потому что если мы берем эту систему то но та система все-таки подразумевает мы помним эти скандалы да вот не вышел на поле звезда и никто футбол уже не смотрит все камеры сидит звезда просто сидит смотрит футбол она может не показывать даже поле то есть где здесь футбол речь идет об игре что важнее кто действительно лучше подготовлен или действительно его не выпустили потому ну что какие-то игры вашей же системе тут уже вопрос тренеру попытка создать команду именно на психологическом до уровне то есть когда еще до футбол такая игра может сложные события можем друг вот мы хорошо играем да как там играем хорошо забивает нам такое что же было то есть вы на психологическом уровне еще команду собираете то есть нету таких распри внутри коллектива ну раз прибывает в любой команде даже да не смотря ни на что ну вот мы стараемся потому что у нас собраны ребята из различных школ скажем так которые воспитывали с различной философией и для того чтобы построить какой-то общий коллектив потому что каждый год постоянно все равно кто-то из ребят подходит в команду вот сейчас я скажу так что у нас коллектив единомышленников которые верят в то что мы делаем порядка 15 ребят уже то есть если мы начинали скажем 6 8 потихоньку добавлялись добавлялись то это уже 15 человек которые систематически посещают тренировки у нас тренировки практически каждый день кто-то из более старших уже работает сложно совмещать бывают ранние тренировки там 1800 поэтому потихоньку потихоньку как говорили великие тренеры чтобы построить команду нужно три года поэтому у нас еще есть время у вас есть время поэтому она на таком хорошем этапе вас поймали а то глядишь потом уже не дадите нам интервью что мы будем где-то в очереди стоять а глеб скажите а как проходит день правильного футболиста это же ну как по идее по по всем может хочется погулять вечером например а надо как вас это происходит ну если мы сразу занимаемся профессионально футболистами то там самое главное то сон самое главное это прелесть мне кажется что ему конечно согласился нам в этом плане конечно чуть сложнее уход учеба код работа вот например я вот единство ждал возможность тренировать детей в одном из отделений центра подготовки футболистов альянс в тамилина как бы игрок и да я пытаюсь совмещать это мечта играющий тренер вот как бы а вы показываете когда вот вот нет бывает же так это я сейчас так забегаю вперед что когда уже нет сил словами объяснить хочется взять мяч и показать как нужно действовать ну бывает она вообще у нас есть такой момент когда ты должен приходить и играть сам показывать своим примером детям как мы проводим мастер-классы для наших воспитанников игроки главной команды а раз в месяц приходят к детишкам где они вместе с ними играют тренируются для того чтобы дети будем спускаются на землю на и также сейчас у нас есть очень что важное так сказать соревнования которые проходят в школах например в моей школе где я учился футбол был запрещен ну то будет вообще нельзя было играть видимо трейдер вообще то и нет это директор 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 из рук без рук без рук нельзя нельзя было играть футбол и не было соревнований а уж ты единственно сейчас смог договориться с некоторыми школами в томильно где лично я прихожу во время уроков и допустим провожу турнир сегодня среди там первых классов условно играют детишки футбол там награды там голы смотри отсматривать каких-то конечно конечно это и самое есть на акцент на этом том что мы ищем там есть таланты которых нет возможно допустим где-то ходить в школу там и родители могут водить они где-то во дворах и краски приходя в школу мы находим мора идет и магомет мы совместно с председателем федерации футбола городского округа любит и сергей владимир чем стреколовским обсудили эту тему нашли общие какие-то точки соприкосновения и поговорили с директором школы нам разрешили вот мы в январе провели в четырех отделение гимназии 18 среди турнир среди первых шестых класса то есть первые классы играют отдельно награждали детишек вручали им призы и медали счет был но он чисто такой символический вы просто не поверите какой ажиотаж был среди вообще дети приходят болеть за своих ну это опыт советского союза это же игра игровой еще это же все было у нас просто в какой-то момент все потерялось мы решили хорошо разбавить это теперь вот такой вопрос соревнования в которых вы участвуете но это во-первых возможность показать себя и заодно узнать а какие сейчас проходят еще соревнования не только в люберцах а за пределами и какие у вас планы в чем поучаствовать куда можно с вашей командой в итоге вот через какое-то время выйти как я говорил ранее мы постепенно двигаемся по футбольной лестнице спортивной где есть спортивная составляющая в этом году 2023 мы будем играть в межмуниципальном соревновании среди мужских команд лига б московской области ну как это еще говорят кфк мы попробуем свои силы в прошлом году мы участвовали в таком же соревновании в первенстве москвы в этом году будем участвовать в области но в перспективе конечно это профессиональный футбол профессиональный все команды эти тренируете или как нет я сейчас занимаюсь только старшими ребятами детишками занимаются другие тренеры то есть что вы можете тоже спуститься с небес прийти и сказать вот так не надо я как бы тот человек который занимается идеологией да то есть вы должны являться но я так понимаю что тренер это тоже люди которые через но через вас проходят не просто мы очень много дискутируем нас и тестирование тренеров и вот ребят старших мы тоже тестируем на по психологическим тестам смотрим их характер внутренние особенности какие у них очень интересно такой вопрос пока мы не забыли это важно вот сейчас смотрит кто-то аж трясется хочет уже кран школу ну вот в вашу где школа вернее центр подготовки чего нужно сделать то или невозможно попасть кого мы берем всех желающих любого уровня подготовки поэтому мы представлены в соцсетях у нас есть сайт в поисковике в любом наберете и все будет альянс альянс центр подготовки футболистов альянс но теперь если позволите перед тем как попрощаться у нас уже скоро закончится второй тайм у нас не будет добавления как сейчас модно по 15-17 минут вас кстати есть вашей версии тренировок добавочное время компенсированное время но мы пользуем такие термины мы делаем то что запланировано в тренировочном процессе если мы немножечко не укладываемся мы равно продолжаем понять а вот у нас раз и отрезали всем поэтому мы идем по программе глеб скажите я не могу не адресовать этот вопрос наверняка его все вам задают но я его немножечко расширю что для вас важнее вот в игроке она вы же смотрите футбол до мировой там европейские так далее сейчас я буду хорошо разбираться в азиатском скоро футболе вот что все таки важнее для вас у футболиста вы за подготовка его смотрите за прической за его какой-то там личной жизнью за его судьбой может быть я скажу так футболист это вообще в целом же но личность да вы за ним направлять со всех сторон как он футболист как он играет футбол как он себя ведет за пределом футбольном поле может где-то как он относится к своим партнерам как он ведет себя на интервью то есть в целом сливить дается конечно совет за это общая картина о человеке как бы ему и можно сразу понять условно тот же самый месси да вы видите я специально употребляют фамилию чтобы как-то вышли за я вообще вам скажу честно я всегда любил роналдо это тоже такой вопрос когда ну конечно там в детстве прическа там знаете красивое тело тому но голов забивал и для меня это был идеал вот я пришел в альянс кигин санчо и он смог меня переубедить посмотреть на футбол с другой стороны то есть я смотрел с одной он мне так сказать дал возможно идти с другой стороны теперь вас и когда я зашла и теперь как бы я понял что все таки такими как месси это ну то что то такое а если то пробовать соединить их вдвоем такой вариант есть и вес идеально и гордон не бывает но в каждом же из них есть кстати как и хорошая так и плохого совершенно верно а почему их только два много игроков хорошего уровня и людей личности их очень много по сейчас подвигается к этой истории все же сейчас современном мире пиар акции какие-то случаются но личности же личности на футбольном поле она же их жизни если он лидер по своей натуре по своей сущности он и на футбольном поле и вне футбольного поля будет лидером сейчас футболом теперь будет я думаю хуже точно не будет будет только у всех хуже некуда хуже некуда потому что сейчас если мы посмотрим на команды российской премьер-лиги очень много привлекается молодых ребят из своих собственных академий но это большой толчок даст ребятам ситуация в жизни она же может поменяться но мы будем готовы а когда то есть возможность своих приготовить однозначно я считаю что однозначно и многие клубы идут по этому пути и реорганизация в структуре российского футбольного союза проходит и привлекается молодежь и особый акцент сейчас во многих школах спортивных именно уделяется тому что многие отходят от стратегии результат то о чем мы говорим все конечно ранесли через всю программу глеб скажите я так понимаю коль вы уже начали с легкой подачи евгений саныч и работает тренером да вот я так предполагаю что возможно это может быть вашей профессии потом станет ну да я сейчас учусь на четвертом курсе давки малаховском на тренера а футбола вот на вот тренер по футболу вы как вы от евгений александр такой второй евгений александрович или вы у вас есть свои какие-то подходы вся нож наверняка взял что-то хорошее правда нет я вообще полностью присмотрел свои взгляды на все на футбол на обучение и стараюсь сейчас в 20 лет по нужно до менять взгляды уже методология и генерица ночи которая не создала я стараюсь работать применять ее потому что работает ну в школе нет работает это конечно я же как раньше думал то что я приду сейчас покажу им финты там на бучу давайте вот и все и погнали футболисты вот на самом деле это просто я могу детей научиться им вредным привычкам что потом они вырастут им будет сложно перестроиться так же как мне сейчас например есть же и вредные привычки которые мне как мешают где-то футбольное поле стать еще вы узнаете мне кажется может тут евгений сач меня уже поправят мы завершаем поэтому у нас же год наставника и педагога сейчас идет вот мне кажется что хороший тренер данном случае тот кто увидев через какое-то время своих питомцев видит что он бы так никогда бы не сделал как они уже умеют делать но то есть он вложил до что-то и получил на выходе еще более лучший результат то или скажем не то что никогда не смог бы делать ну а увидел эти достижения то есть радуюсь уже не тому что ты можешь этому что могут твои питомцы есть да такая вот но мы немножечко чуть-чуть докрутили эту мысль нашим тренером всем говорю сам себе обучаясь в этом мы должны учиться у детей ну это вот мы учим вы еще даже усилили мог я так тихонечко это предложила же потому что дети нам показывают то чего мы не умеем делать сами и мы должны наоборот это все поощрять потому что каждый приходится своими задатками которые дал господь бог кто-то может хорошо исполнять финты кто-то пас кто-то видит поле вот мы стараемся именно развивать эти качества которые заложила сама природа понятно но вот на природе мы останавливаемся мы хотим пожелать вам всем вашим коллегам чтобы вы действительно привнесли что-то новое не только в люберецкий футбол а пока есть такая неожиданная пауза так может быть и во весь российский вот вам удачи в этом направлении приходите к нам в гости и хочу представить вам еще раз наших гостей сегодня евгений сач васильев учредитель центра подготовки футболистов альянс главный тренер и глеб владимирович едыкин потому что теперь понятно почему владимирович то есть он уже знает как у него отчество да да тоже и тренер и игрок футбольного клуба альянс вам успехов побед во славу большого вида спорта под названием футбол ну а нам болельщиков хорошего футбольного настроения несмотря ни на что это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания